МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поскольку на голову потребителей сыпется огромное количество информации, порой бывает сложно отличить правду от рекламного слогана. Интернет, телевидение, специализированная пресса заставляют нас, потребители, сделать тот или иной выбор. Чтобы избежать всяческих кривотоков, мы решили получить информацию из первых уст. Именно с этой целью мы приехали под Санкт-Петербург, в город Севлышск, где находится завод Нокен Тайрс. Может ли зимняя резина быть одновременно и шипованной, и не шипованной? Кажется, ответ очевиден – нет. Это верно, если только речь не идет о последней новинке финского производителя Нокен – шине Хакапелита R2. Эта резина успешно противостоит самым сложным зимним погодным условиям, гарантируя комфорт и безопасность как на обледенелых перекрестках в городе, так и на заснеженных загородных дорогах. При этом для Нокен Хакапелита R2 не страшны и оттепели, когда лед покрывается тонкой водяной пленкой. Кроме того, шина имеет увеличенный ресурс. Тем не менее, чтобы водитель не забыл своевременно сменить комплект зимней резины на новый, у шин Хакапелита R2 существует специальная система индикаций износа, разобраться с которой сможет даже ребенок. Но вернемся к самому главному. Итак, что же превращает фрикционную шину в практически полный аналог о шипованной? Это сделано благодаря ряду инноваций, которые здесь использованы в данной шине. Глазом человеческим может быть трудно определить, но тем не менее, внутри самой шины используется определенный состав резиновой смеси, которая образует шершавую поверхность резиновой смеси, которая улучшает сцепление на обледенелых поверхностях. И это дает возможность автолюбителю в нужный момент либо ускориться на обледенелой поверхности, либо в критической какой-то ситуации затормозить и остановить автомобиль. Об остальных технологиях, которыми столь богата шина Нокиан Хакапелита R2, расскажет наш специалист. Какие особенности у шины Нокиан Хакапелита R2? Основной инновацией при разработке данной модели является то, что здесь используется абсолютно новая технология, называется она Нокиан Криа Кристалл. Смысл ее заключается в следующем. Вкрапление мельчайших частичек, напоминающих по форме многогранные кристаллы в состав резиновой смеси. Эти маленькие частички выполняют роль микрошипов. Именно благодаря этому впервые, наверное, нешипованная шина показывает такие высокие результаты на обледенелой поверхности. Для каких температурных режимов рассчитана эта шина? Это зимняя нешипованная шина, рассчитана для эксплуатации в умеренных климатических условиях, но и также для суровых зим. То есть диапазон рабочей температуры здесь максимально, возможно, широкий для зимней шины. В связи с тем, что эта шина нешипованная, отразилось ли это как-то на составе резиновой смеси? Здесь применяется Крио Силан второго поколения, так же, как и в шипованных шинах компании Нокиан. Но к особенностям состава резиновой смеси можно отнести большое процентное содержание натурального каучука, который как раз-таки и обеспечивает максимально возможный широкий рабочий диапазон температур. Помимо этого, благодаря использованию рапсового масла в составе резиновой смеси шина получилась очень крепкой на разрыв. А каковы особенности строения рисунка протектора? Здесь можно видеть ярко выраженный направленный рисунок протектора, но одна из особенностей этой модели – это расположенные в шашках протектора ламели-насосы, которые по принципу насоса выкачивают воду из пятна контакта, благодаря чему шина уже контактирует непосредственно с сухим льдом, а это уже по своей шероховатости напоминает асфальт. Особенностью рисунка протектора и этой модели является то, что вся площадь протектора покрыта сеткой зигзагообразных ламелей, эффективно работающих на рыхлом снегу. За счет того, что они имеют трехмерную форму, это обеспечивает как эффективное сцепление, как при продольных, так и поперечных усилиях. А какую функцию выполняют усилители ламелей? Усилители ламелей жестко блокируют шашку протектора для того, чтобы при торможении либо разгоне ламели в специальном своем положении наиболее эффективно работали. Есть еще так называемые когти против слякоти. Когти против слякоти у этой модели расположены между шашками протектора. Они позволяют вгрызаться в плотные слои снежной каши и эффективно разбивать ее и выводить из пятна контакта. Ну и напоследок традиционный совет от специалистов. Сейчас я бы хотел обратить внимание на то, что необходимо устанавливать именно рекомендованные заводом-изготовителем автомобилей штатные типоразмеры шин. Дело в том, что геометрические размеры колес заложены в алгоритмы работ многих систем активной безопасности современного автомобиля. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...